Здравствуйте! Сегодня 5 июня, почти месяц назад мы высаживали эти вот прекрасные саженцы грецкого ореха сорта Великан на доращивание. Это были очень ослабленные однолетки, как бы уже не сортовые, то есть бракованные. И что с них получилось через месяц? Мы видим, что некоторые опустили снизу, некоторые опустили вверху, кто-то более с боковых почек пустил побеги. Значит, в первой части вы можете первый час посмотреть по ссылке, которую я указал в описании к этому видео. В первой части я показывал, как я их сажаю, приготовлю к посадке, обрезаю, укорачиваю корни и так далее. И говорил, что через месяц я произведу съемку того, что получилось с этих ослабленных однолеток. Для тех людей, которые говорят, что слабые саженцы у них не приживаются, я повторюсь еще раз, орех это сильная культура, достаточно минимального ухода и он начинает свой рост и развитие. В данном случае этот участок я просматриваю всего два раза в месяц, то есть если нет дождя, я поливаю два раза в месяц. Если были в мае дожи, то я не поливал сейчас, в июне, сегодня полил первый раз, можно сказать, в этом месяце. Однолетки очень бурно развиваются. Мы видим, что если в данном случае два побега вышло, мы один побег просто вот так прищипим, а один побег оставим. Через сезон, то есть на следующую весну мы этот побег, который прищипили, уберем, а основной побег будет тот, который мы не прищипали. Если же пустил вот так вот снизу, мы видим, вот с самого низа, то получается маленький побег мы тоже прищипываем, тот, что побольше мы оставляем. А вот этот сучок также весной вместе с прищипленным побегом мы уберем. Можно его как бы в течение сезона, но я бы уже рекомендую с весны. И в будущем уже орех будет развиваться нормально. Что скажу, в данном, как бы данные саженцы в этом году вырастут и будут как нормальная сортовая однолетка. То есть в среднем 30 сантиметров, может даже и больше, и 40. Вот таким образом можно восстанавливать плохие или очень даже плохие саженцы. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Еще что-то буду экспериментировать, интересное вам говорить, делиться своим просто опытом. Спасибо вам.